Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил с полувековым юбилеем со дня основания руководителя Владимира Сокольцова и сотрудников предприятия «Кавказцемент». Предприятие входит в состав холдинга «Цемроса». На сегодняшний день является одним из крупных технологичных и современных промышленных предприятий Юг России, которое обеспечивает в регионе не только высокую занятость с достойным уровнем оплаты труда, но и является одним из крупнейших налогоплательщиков республики. Продукция завода «Кавказцемент» используется при возведении социальных, спортивных, культурных объектов в стране, в том числе и на новых российских территориях. Рашид Темрезов выразил благодарность всем сотрудникам и в честь юбилея завода вручил сотрудникам предприятия грамоты и благодарственные письма. Звание заслуженного работника промышленности Карачева-Черкесии присвоил Виктору Варичеву, который работает в «Кавказцементе» со дня его основания. Он пример преемственности производственных традиций на заводе. На предприятии «Кавказцемент» работает замечательный коллектив. Здесь выросло не одно поколение тружеников, отметил глава. Предприятие сегодня является одним из самых крупных налогоплательщиков. То, что работает уже давно профессионально слаженный коллектив с достойной оплатой труда, на мой взгляд. Ну и, конечно же, участие и холдинга, и самого «Кавказцемента», и благотворительной деятельности, в помощи, которую сегодня оказывают предприятия нашим ребятам, которые участвуют в социальной военной операции. Ну и, конечно же, ваше участие и помощь творческим, спортивным, культурным коллективам, участие в благоустройстве общественных территорий. Ну, много можно говорить, конечно, у вас. Поэтому, конечно же, хотелось бы вспомнить о тех людях, которые у истоков стояли, у нашего цимзавода. Это поздравить и ветеранов, которые всю свою жизнь посвятили практически работе на цимзаводе. Ну и уверен, что на этом холдинг не будет останавливаться. Уверен, что еще и, наверное, пора какую-то модернизацию делать, технологического комплекса всего. Поэтому уверен, что это все будет. Хочу пожелать вам успехов и дальнейшего развития. Сегодня из военкоманды Черкеска в зону проведения СВО отправились 11 военнослужащих, которые заключили контракт с Министерством обороны России. На военную службу по контракту идут мужчины, которые уже все обдумали и приняли решение встать на защиту интересов страны. Войска направляют, исходя из навыков и пожеланий кандидата. С каждым работают индивидуально. Проявил свою гражданскую позицию в трудное для страны время и Амин Бачаев. Он в молодости служил в стратегических войсках. Его, как и других контрактников, провожают родственники. Конечно, переживают, но принимают и понимают мое решение, говорит Амин. Для этого нас выросли имя мужчины, поэтому дается. Чтобы защитить свою родину, детей, родственников. У меня много знакомых на войне. Дети поют все. Семь-то. Поехали я. Я мне вот помогу. Контракту с каждым месяцем все больше и больше. Приезжают из соседних регионов. Ну, не столько из соседних. И приезжают из центральной России, приезжают. С Дальнего Востока приезжают. Так как наша глава республики предлагает очень много социальных гарантий. Чуть больше, чем в других регионах. А так поток не уменьшается. Поток хороший. Мотивация у ребят хорошая. Не только из-за денег идут. Есть люди, очень много таких, которые хотят и послужить родине. Считают своей гражданской обязанностью это сделать. Из каждой десятки автобусов Черкеска до 4 единиц городского общественного транспорта чуть ли не ежедневно сходят с маршрутов по вине пассажиров. Можно ли как-то повлиять на излишне потребительское отношение к создаваемому для людей комфорту, выяснял Артур Мкце. Когда заходит человек, он упирается сюда, и чтобы по салону он не катился, а подлокотник. Вот он упирается здесь. Его оторванят. Общественный транспорт региональной столицы с незавидной периодичностью приходит в негодность по вине вандалов. С какой целью пассажиры всеми силами стараются оставить о своей поездке недобрую память, непонятно. Однако чуть ли не ежедневно из каждой десятки автобусов по 4 затем приходится снимать с маршрутов и отправлять на ремонт. Стены испещрены надписями сидения и подлокотники порваны. Достается молоточком, огнетушителем и тонировки. Автобус новый. Ну, он где-то с полгода в обслуживании. Давайте, вот, пожалуйста, вот место покажем вам. Это написано место для инвалидной. Здесь люди заходят, это прислоняется спиной, там, ну, если у них груз есть, становится. Пожалуйста, порваны. Это не инвалид сделал. Это кто-то из молодёжи сделал. Вот, посмотрите, здесь должно быть два, это, молоточка, это про пожарные. Одного уже нет. Люди порой жалуются, что не могут дождаться того или иного автобуса. Представители городского автотранспортного предприятия стараются находить альтернативные варианты. Но если сразу несколько средств передвижения отправляются на восстановление, оперативно что-то придумать для их замены крайне сложно. Выход сотрудники АТП ищут в профилактических беседах с пассажирами. Служба у нас, контролёры, начальник эксплуатации, начальник, вот, к кому выезжали, ребят, детей предупреждали. Пожалуйста, ведите себя поскорее. У нас работают камеры. Завтра, если кто-то придёт к вашим родителям, скажет, вот, ваш сын или дочь это натворил, им будет стыдно. Вот такой воспитатель тоже работа идёт. Но это зависит от самих и детей, и родителей. Пускай скажут, это транспорт. Мало ли что. И не только в транспорте, ваше поведение у людей должно быть совсем другое. Пользование общественным транспортом – это не только про комфорт, но и про ответственность. Если пассажиры хотят своевременно добираться автобусом или троллейбусом до точки назначения, они должны бережно относиться к тому, что работает для них, а также не отвлекать водителей во время движения по маршруту во избежание происшествий на проезжей части. Артур Махце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков. После продолжим. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер с северной четверти – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днём плюс 27, плюс 32. В горах местами плюс 18, плюс 23 градуса. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер с северной четверти – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днём плюс 30, плюс 32 градуса. Сегодня делегация Карачаева-Черкесии отправилась на Всероссийский молодёжный форум МАШУК-2024. Нашим ребятам предстоит пройти насыщенную программу этой встречи с экспертами. Это и обмен опытом, и новые знакомства, и интересные проекты. Молодёжный образовательный форум МАШУК пройдёт с 9 по 23 августа в Пятигорске. Сегодня в Москве открылась интерактивная фотовыставка «Карачаева-Черкесия. Гостеприимный горный край», которая призвана познакомить жителей и гостей столицы с уникальными природными данными региона, которые предоставляют самые широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха. Колоритные и интересные снимки рассказывают о достопримечательностях республики, известных курортах. Уникальные памятники архитектуры X века, такие как Шанинский храм, возведённые прямо в горах. Здесь соседствуют с научными объектами. В республике расположено Сауран, которая является самым крупным в стране астрономическим центром наземных наблюдений, объектов Вселенной. Горнолыжные скурновные и потрясающие по своей красоте водопады горные вершины и озёра с кристально чистой ледниковой водой, спрятанной высоко в горах. К «Карачаевой-Черкесии» есть чем удивить. К каждому снимку прикреплён QR-код, считав который посетители выставки смогут узнать более подробную информацию об объекте. В экспозицию вошли 50 фотографий. Выставка продлится до 1 сентября. «Выше звука» под таким названием в республике стартовал третий ежегодный фестиваль музыки и науки. Старт мероприятию дал концерт на площадке летнего амфитеатра на Зелёном острове Черкеска. Зрители приветствовали музыканты оркестра «Альтерсона» и одни из лучших солистов страны. Игорь Горностаев, Артур Назиулин, Александр Бухарёв и Аяка Танабе. Подробности Оли Баташева. Ария Тореадора из оперы «Кармен». Ликующий баритон Игоря Горностаева под аккомпанемент оркестра «Альтерсона». Восторженные аплодисменты публики. На сцене лучшие образцы русской и зарубежной классики. А она всегда актуальна, способна взволновать душу и подарить эстетическое наслаждение, говорит ведущий солист Воронежского государственного театра оперы и балета. «Я хочу сдать заряд энергии, положительной энергии. Надеюсь, что она снимет все зажимы, все нехорошее, что в душах людей творится. Потому что музыка, она творит чудеса. Задача музыканта – зажечь огонь в сердцах зрителя. Если у него это получается, то музыкант хороший». Времена года – лето в Буэнос-Айресе. Бессмертный шедевр «Астера пьяцола» прозвучал в исполнении музыканта, народного артиста республики Башкортостан, Артура Назиулина. Страстная аргентинская танго, где звуки кларнета придают особое очарование музыкальному произведению. «Изумительный инструмент, который самый яркий из духовых. Он, безусловно, солирующий инструмент. И самый солирующий из духовых инструментов. Ну и вообще, самая романтичная и трогательная музыка звучит, конечно, из уст кларнета». Для Александра Бахарева лучший любимый инструмент – труба. А для скрипачки «Ая Катанабе» – скрипка. Эти участники фестиваля показали виртуозное владение этими инструментами. Александр – солист филармонического оркестра России. Под управлением Владимира Спивакова. «Ая Катанабе» – артистка государственного квартета имени Глинки. В концерте прозвучали произведения и современных авторов – Сергея Багаурия с Владикавказа и Юрия Абдокова из Карачаева, Черкесии. «Я первый раз пришла, мне очень понравилось». «Теперь будете посещать концерты классические?» «Да, теперь будем ходить постоянно. Очень понравилось». Организаторы фестиваля – фонд «Будущее время». В этом году он посвящен теме исследования народного фольклора. Зрители ожидают порядка 30 встреч с учеными и музыкантами, которые пройдут на разных площадках Карачаева-Черкесии. «Наш фестиваль приносит нам много радости в течение этой недели и в будущем. Пусть он дает нам силы для новых свершений и уверенного движения ко всему самому прекрасному, что дает нам наш удивительный мир». Завершится фестиваль 12 августа. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Вдох глубокий, руки шире, не спешите. Три-четыре в преддверии Дня физкультурников черкесски для ребят из реабилитационного центра «Надежда» для несовершеннолетних была проведена всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». Организаторами мероприятия выступили сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии, а также активисты регионального объединения детей и молодежи движения «Первых». Подробнее Майя Хамдохова. В реабилитационном центре «Надежда» самое спортивное утро. Развлекательное мероприятие в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». У детей разминка перед небольшим состязанием по армрестлингу, спортивным играм и различным мероприятиям. Утреннюю гимнастику для ребят провела Белла Батчаева, инспектор ПДН ОМВД России по Черкесску. Неоднократная чемпионка мира, Европы и России по армспорту. Она провела мастер-класс, показав детям технику борьбы. Также отметила, что подобные мероприятия очень важны для несовершеннолетних детей, чтобы прививать им любовь к спорту. Данные мероприятия проводятся с целью поддержания здорового образа жизни, также привить детям любовь к спорту, для того, чтобы дети максимально знали, что такое зарядка, а также каждое утро делали зарядку. Организаторами выступили сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии, ведомственный общественный совет, а также активисты регионального отделения общероссийского объединения детей и молодёжи «Движение первых». Они и предложили ребятам поучаствовать в игре на командообразование, которое направлено на сплочение коллектива. В ходе игры дети отгадывали загадки, проявили смекалку, находчивость, быструю реакцию и умение справляться со сложными задачами во время соревнований. И слухи управляют на месте, и на месте, и на месте, и на месте! Председатель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Джамал Тибуев напомнил ребятам, что занятие спортом не только укрепляет здоровье и улучшает физическое развитие, но и формирует характер и силу воли, придаёт хорошее настроение, воспитывает дисциплину. Это мероприятие проводится ежегодно. Что касается его значимости, но мы хотели бы, чтобы дети, особенно такие дети, которые находятся здесь, в центре «Надежда», связывали свою жизнь с физкультурой. Многие из них могли бы связать свою жизнь со спортом, поэтому недооценивать данное мероприятие нельзя. В завершении спортивного состязания представители общественного совета вручили дипломы самым активным участникам, а каждой команде сладкие призы. Дети, в свою очередь, поблагодарили гостей за увлекательное мероприятие и поделились своими впечатлениями. Как вам сегодняшнее мероприятие? Как вам разминка? Очень хорошо. Что вы сегодня делали? Отжимались, приседали. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу. Ну-ка все вместе. Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова